Патриция Сент-Джон. Программа «Семнадцатая». Анисим брел по пустынным улицам. Светила полная луна и было довольно свежо. Но река Тибр была недалеко. Он пройдет по его берегу, подальше, где вода не такая загрязненная, и там, там он надеялся, что найдет забвение, хотя не был уверен. Давно ему был указан путь к вечной радости, но он отказался от него. Казалось, он ощущал взгляд многих глаз, как будто следивших за ним, в то время, как он с трудом тащился по дороге. Дикий взгляд Архипа, когда он упал под ноги толпы, любящие глаза его матери, когда он ударил ее, испуганные глаза глокуса, когда он швырнул мешочек с золотом, полные печали, прощающие глаза умирающего британца. Преследуемый этими взглядами, обвиняемый совестью, несчастный, шатаясь, он брел все дальше, пока не остановился у черных вод Тибра. Его охватил внезапный страх смерти. Он медлил в нерешительности. Чьи-то шаги по дороге. Он испуганно обернулся, когда человек проходил мимо, не заметив его. Луна осветила характерные черты иудеянина, и Анисим тотчас узнал его. Память вернула его в мастерскую в Эфесе, где он, усталый раб, слушал Филимона и думал, что никогда не перестанет говорить тот «Господин Акила! Господин Акила!» Он стоял на коленях в своем нарядном окровавленном одеянии, ухватившись правой рукой за плащ человека. Внезапно свет луны померк, бормотание реки затихло, и он упал на землю в глубоком обмороке. Он не чувствовал ни того, как его подняли и несли куда-то, ни мучительной встряски на неровной дороге, ни перешептывания людей в комнате, куда его принесли, подсознательно он ощутил мир и покой, и целебный сон окутал его сознание. Проснулся он после обеда, когда солнце проникало через виноградные лозы, оставляя на полу золотые узоры. Он лежал на кушетке в маленькой комнате с дверью, выходившей во внутренний дворик. Сильно ослабев от потери крови, он долго лежал, не шевеляясь, с трудом вспоминая все, что произошло накануне. Его пурпурная золотом одежда была снята, он был умыт и одет в прохладную полотняную белую одежду. Он был рад, что с него смыли кровь. Рука его была искусно взята в шины и привязана к груди. Кровотечение из раны на плече было остановлено и плечо забинтовано. В какой мирный человеческий рай он попал! Его последним ясным воспоминанием была темнота и черные грязные воды Тибра, на дне которого он лежал бы сейчас, если бы не то лицо. Он не помнил, что уцепился за него как за якорь спасения, но помнил, что увидел и узнал лицо господина Акилы из Эфеса. Вероятно, это он принес его сюда, остановил кровь и спас ему жизнь. Но разве он хотел, чтобы ему спасли жизнь? Отчетливо всплыли другие воспоминания. Его друг, бессильно лежавший на потемневшем от крови песке, мерзкий служитель, спешащий ударить его по голове деревянным молотком, чтобы удостовериться, что тот мертв. Его последний прощающий взгляд и сказанные шепотом слова надежды на Бога Помпонии. Анисим отвернулся к стене, чтобы никто не видел его страдания и мучения. Послышались легкие шаги по дворике. Какая-то женщина стояла рядом и, склонившись, смотрела на него. Он взглянул на нее. Где-то раньше он видел это лицо. Вот так же она стояла, склонившись над ним в ту ужасную ночь, когда он думал, что Архип мертв, и она утешала его и потом накормила. «Госпожа Прискилла!» прошептал он, полагая, что, вероятно, он после всего пережитого лишился разума и видит привидение. Она продолжала смотреть на него, как будто тоже узнала его лицо и старалась вспомнить, где они встречались, но память отказывала ей, и она покачала головой. «Эфес», усталым голосом произнес Аниси, «Вы приютили меня и уложили спать вместе с маленьким Левием в ту в ту ночь, когда Павел еврей уходил из города. Помню, ты был тогда несчастным испуганным подростком и искал своего хозяина. Ты сильно изменился. Как ты оказался в Риме?» Он не приготовил никакой правдоподобной истории, но он понимал, что совсем не боится, потому что был уверен, что эти христиане не предадут его. «Мой хозяин освободил меня», солгал он. «Я добрался до Рима на торговом судне и завоевал славу в амфитеатре. Значит, ты был ранен во время боя. Я узнала одежду гладиатора. Ты потерял много крови, тебе повезло, что ты остался жив. Я бы хотел умереть, я хотел бы быть мертвым, госпожа Прискилла. Вчера вечером я, я убил своего друга. Зачем мне теперь жизнь и слава? Есть прощение и новая жизнь, но тебе надо отдыхать сейчас, а потом кто-то из старших в церкви поговорит с тобой. Посмотри, я принесла настойку, она облегчит боль, а врач Лука, который направил твою кость и остановил кровь, сказал, что зайдет к тебе перед заходом солнца. Она дала ему успокаивающее питье, поправила подушку и ушла готовить ужин. Узор на полу стал ярче, потом поблег вместе с заходом солнца. вскоре открылась дверь и вошел врач. Он внимательно осмотрел его и перевязал рану. Ты выглядишь лучше, сказал врач Лука, но твоя рука была сильно повреждена и ты потерял много крови. Тебе придется оставаться некоторое время в постели. Анисим обеспокоенно взглянул на него. Меня принес в свой дом господин Акила? Лука помедлил с ответом. Этот молодой человек со следами греховной жизни на лице победил в играх. Его руди лежал на земле рядом с ним и возможно как только он поправится он будет общаться с людьми высшего сословия. Первые слухи о преследовании христиан как первые отдаленные раскаты грома уже слышались в некоторых местах а это должно было закончиться большой волной гонения. Кое кого судили и приговорили к наказанию апостол Павел был арестован надо быть осторожным чтобы никого не выдать и он дипломатично ответил ты знал раньше господина Акилу да я знал его в эфесе когда был мальчиком вчера вечером он проходил мимо я был морально подавлен и был рад увидеть знакомое лицо я позвал его и больше ничего не помню как хорошо что он принес меня к себе домой да госпожа прескила полна милосердия и принимает бездомных и нуждающихся я так понимаю что ты ее встречал раньше да тоже в эфесе как странно я время уже два года и не видел ни одного доброго лица и ни в ком не нашел сочувствия кроме одного человека и я и я своими руками я убил его вчера вечером на арене и вот теперь кажется как будто случай или боги привели меня к тем которые заботятся обо мне время жизни ничего не стоит почему меня не оставили умереть на улице или почему я не бросился в тибр как собирался так было бы лучше лучше для меня ты говоришь что знал господина Акилу и госпожу Прескилу неужели ты мог подумать что они способны оставить тебя умереть на улице нет потому что они служат своему Богу Христу а он учит их быть милосердными мне кажется что вы тоже господин Лука служите Христу потому что вы лечите меня и не договариваетесь о плате но я могу заплатить вам что должен и госпожа Прескиле тоже там в бараках меня ждет моя награда только вчера вчера мне было не до нее казалось Луку это мало интересовало он спросил совсем о другом значит ты слышал о Христе много раз Прескила скажет вам что я освобожденный раб мой хозяин был христианин и весь его дом тогда окажи нам услугу которая лучше чем золото когда ты вернешься к славе и получишь богатство не предай этот дом не тех кто приходит сюда некоторых ты можешь встретить во дворце Цезаря сделай вид что не знаешь их сейчас тяжелое время для последователей Христа император недобрительно относится к нам помни что ты получил здесь доброе и забудь этот дом с моей стороны вам не грозит опасность у меня нет желания возвращаться туда я присытился кровопролитием пьянствами ненавистью тогда оставайся оставайся с нами и познавай Христа Анисим молчал Лука видел что глаза его больного лихорадочно блестят он встал я приду завтра а сейчас поешь отдыхай и спи прощай но он не ушел из дома а прошел в другую комнату и вскоре оттуда появилась госпожа прескилла и принесла Анисиму пищу и вино Левий красивый мальчик которому было уже 12 лет а остался с ним для услуг Анисим выполнил первый совет доктора но уснуть не мог что-то происходило в доме что мешало ему спать каждые несколько минут тихо открывалась наружная дверь и Анисим видел темные силуэты мужчин женщин и детей проходивших через атриум в комнату в дальнем конце двора ему было слышно их взволнованное перешептывание и увещевающий голос Луки при свете крошечной лампы Анисим видно было как они столпились вместе а их огромные тени упали на пол атриума вдруг они запели гимн Анисим приподнял голову и напряг слух чтобы разобрать слова и он ясно услышал нежную мелодию и такие слова Иисус Христос пришел в мир спасти грешников если мы умрем с ним то с ним и царствовать будем он пришел спасти грешников какой он Анисим грешник предательство ложь ненависть как много всего этого было в его жизни теперь теперь слишком поздно ведь он отверг Иисуса Христа он убежал от него пение прекратилось один за другим они что-то говорили но он не мог разобрать что именно и под однотонный гул голосов задремал потом внезапно проснулся потому что кто-то читал сильным голосом разносившимся по всему маленькому дому ибо я уверен что ни смерть ни жизнь ни ангелы ни начало ни силы ни настоящие ни будущее ни высота ни глубина ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим может может и расстояние тоже ни суша ни море может подумал Анисиме даже встрогнул Он убежал за сотни миль от этого голоса любви и все же не смог избавиться от него неужели эти неутомимые пугающие шаги преследуют его даже сейчас и почти догнали его должен ли он повернуться и встретиться лицом к лицу с этим Богом любви когда через некоторое время на цыпочках вошел Акила чтобы приготовить его к ночному сну он увидел что его больной дрожит и весь в поту какую книгу вы читали сразу после приветствия спросил Анисим мы читали из письма Павла которое он написал нам четыре года назад мы только что вернулись из Эфеса когда пришло это письмо маленькая церковь узнала о Христе от тех которые слышали о нем от других а когда что-то передается через других то многое искажается и Павел написал письмо чтобы объяснить почему Христос должен был умереть но все равно нам было многое непонятно и когда Павел прибыл в Рим это было большой радостью для нас при этом известие Анисим даже привстал несмотря на слабость Павел в Риме вы хотите сказать что он сейчас здесь да а что он здесь уже больше года его привезли в Рим узником потому что он потребовал суда у кесаря но с ним хорошо обращаются он живет в отдельном доме и ему позволили принимать всех кто приходит к нему и писать письма конечно он прикован цепью к стерегущим его воинам и лишен возможности выходить из дома но братья приходят к нему Анисим едва ли слышал его объяснение «Я я должен увидеться с ним решительно» сказал он «Анисим» быстро поправлялся и после пяти-шести дней он сказал Луке своему доброму врачу что не может больше злоупотреблять гостеприимством госпожи Прискиллы и ему надо уходить его награда сохранилась там в бараках и он уплатит за жилье и уход и найдет другое жилье но прежде он просит сделать ему одолжение не возьмет ли Лука его к апостолу Павлу Лука удивился он просиживал днями у постели больного и говорил ему о Христе но юноша отмалчивался только беспокойно вертел головой на подушке как будто не желая слушать он не знал что Анисима день и ночь преследовала тяжесть вины внезапно ставшей непереносимой и пугала мысль о цене какую придется ему уплатить чтобы избавиться от этого бремени у него не хватало смелости открыто взглянуть и честно решить эту проблему давай пойдем завтра предложил Лука вечером когда спадет жара он находится недалеко от притерианских бараков на следующий вечер они отправились Анисим слабый как старик опирался на руку Луки Акила жил в квартале для евреев на окраине они перешли через Тибр и присели отдохнуть в одном из многих садов вдоль реки потом медленно продолжали путь и к заходу солнца достигли цель своего путешествия у него много посетителей тебе возможно придется подождать пока он тебя примет сказал Лука он постучал в дверь и голос изнутри пригласил их войти это Лука устало спросил пожилой человек я рад что ты пришел у нас радость сегодня как ты думаешь кто пришел посетить нас пройдя далекий путь из фригии из фригии из того места откуда сбежал анисим первой мыслью анисима было бежать но любопытство приковало его к месту Лука тихонько потянул его в комнату и когда их глаза привыкли к полутьме он увидел такое что никогда не забудет вы слушали семнадцатую программу чтения книги дважды освобожденной в переводе Галины Михонсовой продолжение следует пройдет Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!